В прямом эфире новости сейчас. С вами Евгений Перлин. Здравствуйте. Развитие белорусско-украинских отношений обсуждали на встрече президента Александра Лукашенко с Евгением Марчуком, который в конце прошлого года был назначен официальным представителем Киева в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях. Евгений Марчук отметил позитив в двусторонних контактах после прошедшего форума регионов Беларуси и Украины. Александр Лукашенко уверен, что наши государства могут значительно прибавить в торговле. Нынешний товароборот в 5,5 миллиардов долларов не соответствует потенциалу стран. Такой же позицией придерживается и официальный Киев. Самый такой важнейший, наверное, показатель, как 18,6, если я не ошибаюсь, да, рост торгового оборота процентов. Это надо только порадоваться. Ну и то, что планы совпадают по увеличению этого торгового оборота. Там, кажется, мне до 8 миллиардов, там через пару лет планируется. 8 миллиардов, это наш был лучший показатель. Сегодня 5,5, где-то чуть больше. Это, конечно, не наш уровень. Мы можем прирастать, и мы к этому стремимся. И сегодня же глава государства провел встречу с руководителем Международной Федерации шахмат Аркадием Дворковичем. Обсуждалось развитие в Беларуси шахматного спорта, а также проведение 45-й Всемирной шахматной олимпиады. Право проведения международных соревнований наша страна получила в октябре прошлого года, а сам форум состоится в августе 2022-го. В Беларуси сегодня впервые вручили премию «Человек без барьерной среды». Ее удостоены три лауреата. Столичная школьница, призер международных литературных конкурсов София Ворса за книгу «Город слепых перекрестков». Главный редактор журнала «Родное слово» Зоя Подлипская и Елена Маслова за создание первого детского инклюзивного хора в нашей стране «Радость души». Это люди, кто своим творчеством помогает раскрывать безграничные возможности физически ограниченных людей. Прорыв в медицине в Британии вывели кур, несущих целебные яйца, которые помогут вылечиться даже от некоторых видов рака. Биологи из Эдинбургского университета изменили ДНК птиц таким образом, чтобы в их яйцах содержались белки, которые есть в организме человека. Эти белки имеют противовирусные и противораковые свойства и, кроме того, способствуют регенерации поврежденных тканей. В Маниле арестовали человека-паука. Небезызвестный французский скалолаз Ален Робер без страховки и снаряжения в этот раз покорил 47-этажное здание бизнес-центра. Подъем вверх и вниз заняли у экстремала два часа. На земле его поджидала восторженная толпа и полиция. Мужчину традиционно задержали по обвинению в общественных беспорядках. Это были самые последние новости к этой минуте. Подробности мои коллеги расскажут в 15 часов. Всего доброго.